Приветствую вас. Мои коллеги, точнее мой коллега уже сказал вам о том, что вы могли ошибиться с адресом обращения, вот, ну то есть в том смысле, что мы психологи, мы не работаем. С габанием, да, мы не габаем, ну вот, то есть, мне кажется, что это вам нужно переобразовать свой вопрос в раздел эзотерику, вот, там вам обязательно. Помогут, вот, и обязательно вы получите необходимую вам, собственно говоря, помощь. Вот. Что касается, в целом, что касается в целом вашей ситуации, то девочка зависима от мамы, к сожалению. Так она зависима от мамы сильнее, чем, к примеру, вам бы этого хотелось, вот. Она зависима от мамы больше, чем нужно, то есть она, мама, ее, видимо, подавляет достаточно сильно, вот. То есть, ну, мама привыкла иметь над ней какую-то определенную власть. Да? Вот. И, в общем, я не думаю, что это, знаете, какая-то для вас новость. Вот. Я не думаю, что вы... Ну, я не думаю, что для вас это, в общем, неожиданность. Вот так вот, скажем. То есть, я уверен, что, ну, что вы знали. Я уверен, что вы знали о том, что она, вот, пока. Я уверен, что вы в курсе были этого, вот. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. то, что для вас вообще важно, да, и насколько всё это действительно неожиданно было, то, что вот вы описываете. Вот. Дальше, значит, так. Готовились к свадьбе, она забеременела, но поскольку наши отношения уменьшались у мамы, она сменила свадьбу и сделала оборот. Ну, это вот мама, как бы, на неё так вот, так вот повлияло, да, к сожалению. Вот. То есть, с этим, конечно, ну, вряд ли с этим можно что-то сделать сейчас. Если у вас нет какой-то, ну, возможности, да, значит, повлиять на неё. То есть, мне видится это так. Мне видится это вот в таком контексте. Ну, опять же, я не думаю, что это прямо, знаете, вот, прямо, что это из-за мамы. То есть, я думаю, что если бы девочка сама не испытывала бы каких-то проблем, да, допустим, если бы девочка сама, ну, не видела бы каких-то проблем, то мама бы не смогла, мама бы не смогла на неё повлиять. Вот. По моему мнению, по моему мнению, это так. Дальше. Так, значит, изменила своё отношение ко мне. Хочу знать, помиримся ли мы, ведь на данный момент она встречается с другими. Ну, если вы ничего не будете делать для примирения, то я боюсь, что не померите. То есть, я не думаю, что, ну, что, ничего не делаю, но вы сможете как-то вот, как-то вот этот момент, значит, форсиров. То есть, вам нужно всё-таки, ну, самостоятельно, вам нужно самостоятельно что-то делать, что-то, именно, именно что-то делать, для того, чтобы, чтобы ситуация изменилась. Сейчас нужно встречаться с девочкой, с девочкой нужно разговаривать, вот. С девочкой нужно взаимодействовать, как-то, вот. Нужно понять, что её беспокоит сейчас. То есть, это тоже очень важная история, а не так, как вы, как вы сейчас, вот, просто, на, ну, на волю случая, да, всё это. Отделяете, на волю случая всё это, отправляете и всё. Вот. На мой взгляд, так, так нельзя. Это заставляет, просто, утомниться немного, да, в том, насколько вы готовы бороться за неё. Даже не бороться, а, ну, что-то делать. Вот. Что-то делать, чтобы быть вместе, к примеру. То есть, это вот, такая история, на мой, на мой взгляд. Нужно анализировать с другой, с точки зрения психологии. Ваши отношения и то, как они развивали. Я не знаю, насколько вы готовы, насколько вы хотите этого. Вот. Ну, тем не менее, тем не менее. То есть, можно, вот, проанализировать, да, можно выявить, можно выделить стратегию для вас. На мой взгляд, так, на мой взгляд, так вам можно ответить. Вот. На этом всё. В принципе, если у вас остались собросы дополнительные, да, пишите в личку, буду рад помочь. Ничего, ничего, просто вот, исходя из вашего текста, непонятно, да. Вот. Ничего не понятно. Именно, вот, исходя из вашего текста, ничего не ясно. Вот. Материала для анализа, по факту, нет. И, соответственно, как-то вот вам дать обратную связь. И, соответственно, пока что возможности, возможности не представляются. К сожалению. Вот. Вот так можно вам ответить на вопрос, который вы задаёте. Надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите, пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.